Уже раба и спаси, упокой, сохраняй по блажению жизни, я же у тебя, человеколюбший. Начинать памятную церемонию с молитвы эта традиция сложилась уже давно, в том числе и потому, что история Великой Отечественной неразрывно связана с календарем церковных праздников, что имеет особый символизм. 22 июня 1941 года Русская Православная Церковь отмечала День Всех Святых в земле российской просеявших, а, например, 6 декабря 1941 года, в День памяти Александра Невского, наши войска начали успешное контрнаступление и отбросили немцев от Москвы. 6 мая 1945 года была Пасха, и буквально через три дня на каждой улице нашей страны мы услышали «Ура! Победа!». Помимо представителя видновского благочения, в митинге, посвященном 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, приняли участие депутаты Совета депутатов округа, участницы клуба «Золотая осень», руководство территориального отдела «Картинский». Низкий поклон всем тем, кто защищал нашу родину, те, кто проливал кровь за то, чтобы мы с вами сегодня почтили их память. Для многих жителей поселка совхоза имени Ленина 22 июня – особый день. К сожалению, те, кто принимал участие в Великой Отечественной, уже ушли от нас. Но в настоящий момент на территории поселка проживает 134 человека детей войны, 8 малолетних узников фашистских концлагерей, 8 тружеников тыла и 3 вдовы героев войны. Все наше поколение уже уходит и уходит, к сожалению. К сожалению, которые еще что-то помнят о войне. И мы были воспитаны, я хочу сказать, очень таким патриотизмом. В организации митинга активное участие приняли общественное движение «За совхоз, за людей, за достойное будущее» и муниципальный центр культуры поселка. Его сотрудники исполнили песни и стихи, посвященные Великой Отечественной войне. В финале все участники мероприятия замерли в минуте молчания. Завершился митинг возложением цветов к памятнику героям, погибшим в Великой Отечественной войне. Всего в мероприятии приняли участие более 50 жителей поселка совхоза имени Ленина. Максим Козлов, Ольга Садовская. Видное ТВ.